Всем привет, с вами Фроди и сегодня я покажу кукол, которые появились в моей коллекции во второй половине 2021 года. Итак, 2021 год подходит к концу и новых кукол, думаю, пока не предвидится. Во всяком случае, в этом году уж точно. В видео о куклах первого полугодия закрывающей куклой была Барби Глиттер Хайр с Блошинки. И это видео стартует с куклы тоже с Блошиного рынка. Это Бетти Спагетти из Хэппи Милла 2002 года. У меня была точно такая же в детстве, мне ее купила мама перед поездкой к прабабушке в деревню. Я обожала эту Бетти, придумывала с ней всякие сюжеты и она была звездой моего выдуманного сериала. Но, к сожалению, мои родственницы вероломно сломали эту Бетти прямо на мой день рождения. Они закрутили ее голову так сильно, что волосы влезли внутрь головы и механизм сломался, из-за чего ей голова совсем перестала крутиться и волосы обратно уже было не достать. Потом я уже не помню, что с этой куклой произошло, но в тот день слез с моей стороны было просто море. И тут мой друг, который в этом году активно путешествовал на Блошинке в поисках сокровищ, прислал мне фото с кучкой Бетти, чтобы показать, что там есть такая, какая была в детстве у него. Я попросила ее выкупить, потому что мне захотелось, чтобы она тоже стояла на моих полках. Это очень нетипичный вид кукол для моей коллекции и, скорее, исключение из правил. Но все равно Горда стоит вместе со всеми на полочке. Второй куклой второго полугодия стала вот такая баба Ли из Берекрестка по имени Елена. Правда, я зову ее Желена. Таких кукол в среде коллекционеров обычно называют побочными, потому что берутся они не в коллекцию, а на донорство. Дело в том, что в прошлом году у меня появилась баба Ли из Пятерочки, и она мне очень нравится лицом и цветом волос. Но ее розоватая голова просто безумно разнотонила с бледным телом. И вот, проходя мимо этой куклы в магазине, я заметила, что ее тело розоватое. Сразу подумала о том, что оно больше подойдет моей кукле, и решила купить. Что делать с этой, я так пока и не решила, поэтому уже Лена стоит вместе со своей подружкой и надеется укрепить позиции в коллекции. Далее пойдут куклы, которые появились у меня на день рождения. Соня Роуз из коллекции Романтик или Романтик. Вся эта коллекция оказалась очень удачной, и образы Сони действительно удались. Но больше всего мне приглянулась Соня Романтик Фестиваль. Ее я заказывала сама в детском мире по хорошей скидке, но по факту это подарок от моей бабушки, потому что она подарила на нее деньги. Долгожданная и очень желанная полярная сова Энчантимус. Я так и не смогла ее поймать по нормальной цене, но это смог сделать мой друг Серж. Он увидел ее одну единственную в каком-то захолустном детском мире и сразу купил. И слава кубику, и пылесосию, этот гештальт закрыт и не будет мучить меня спустя годы, потому что полярная сова, на мой субъективный взгляд, одна из красивейших кукол Энчантимус. Дэнс Стайлз из Фейлфикс мне подарил друг Руссиора. Я умудрилась очень сильно полюбить Фейлфикс, поэтому Дэнс была мне очень нужна. Но касательно именно этого персонажа, я так и не определилась, какая версия мне нравится больше, поэтому готова была к любой. Мне попался вечерний образ. Красивая девочка, единственное, это я опасаюсь за ее пайетки, как бы они не осыпались. По этой причине не ставлю ее на родную подставку, чтобы платье лишний раз не шибрушить держатели. В связи с тем, что родители в этом году не смогли пройтись со мной по магазинам, они просто спросили, что мне надо, и подарили деньги. Ронька от мамы, его мне не хватало для полноценного золотого трио. Кукол по Гарри Поттеру как раз завезли в Ашан в этом августе, причем я хотела именно этого по второму фильму, но так вышло, что какое-то время он был у нас самым редким из первой серии, поэтому и встречался нечасто, и цену на него ставили выше. А тут вот их завезли толпой, по нормальной цене, и даже можно было выбрать менее кривенького. Продолжение истории о том, как я вляпалась в капсюль Чикс. Это уже подарок от папы. Я брала сразу серию в голубой коробке и сет из двух, где одна кукла известна, а вторая нет. Итого должно было получиться три куклы, но вышло всего две, так как у третьей остались самые такие несочетаемые части. И так я долго миксовала своих капсул между собой, рылась в поисках подходящего в своих запасах, и итоговый результат на сегодняшний день меня вполне устраивает. Этих двоих зовут Эми и Дуняша. Джазлин, куколка из набора с пингвинчиком Бацмару. Все, что я о ней думаю, сказала в обзоре, мнение на ее счет не особо поменялось. Милая куколка в симпатичном образе дружит у меня с Кавай Кьюти Фэйл Фикс и примеряет ее маску. Хармони из Хайрмейзинг. Это подарок от подписчицы. Я как-то написала у себя в группе, что руки не доходят купить Харму, даже по скидке. И, по-моему, в тот же вечер девушка мне написала и предложила ее в подарок. Теперь моя взрослая Ноа не грустит одна. Мне дико нравится ее аутфит и цвет волос, хотя до ее появления у меня я в ней все-таки несколько сомневалась. Но стоя на полке в таком виде она меня очень веселит. Вместе с Хармой в посылке был шар желаний и я его теперь постоянно трясу в надежде на надежду, как я это охарактеризовываю. Скажи-ка, шар, есть ли шанс на то, что алгоритмы Ютуба оставят мой канал в покое? Ну, будем надеяться, что именно так оно и будет. Кукла, которая решила не оставаться в моей коллекции. Купила я себе Юки из Снэпстарс по скидке, и мне с ней жутко не повезло. У нее на глазу была горстка соринок, которые я хотела аккуратно убрать обычным ватным диском, немного смоченным водой. А в итоге у Юки поплыл мейк. То есть он просто стерся от попадания воды, я даже почти ничего не терла. Потом прямо под пальцем подтерлась бровь. В конечном итоге я стерла ей всю голову и забрала ее глаза. Глаза пригодятся, вещи ушли моей Снэпстарке Аспин, у которой после этого я тоже решила проверить мейк и потерла водой. Но он, как это и положено, нормальной кукле никак на воду не отреагировал. Осталась от Юки лишь тушка, на которую я планирую потом кого-нибудь посадить. Она активно базированилась несколько месяцев, и я все еще свожу пятна от куртки. Пятна очень въедливые, вывожу уже несколько месяцев, и они все никак не уйдут до конца. Хотя и стало уже намного лучше, чем было. Холидей Барби 2021 воинствующая Барба в бронелифчике. Не самая плохая Холидейка, однозначно запоминается благодаря своей броне, но кроме нее особо ничем похвастаться не может. Но на полке с другими Холидейками не теряется, и то хорошо. А вот Холидейка, с которой у этой мадам разница ровно 25 лет. Хэппи Холидей с Барби 1996 года. Ее мне подарил Слава Игрушкин на день рождения. Я давно хотела 96-ю, она должна была быть заказана с Амазона еще в далеком 2017 году, вместе с Celebration 2000 года. Но тогда ее пришлось заменить на куклу 95-го года. И вот только сейчас она появилась в моей коллекции. Холидейка 1996 года довольно сильно отличается от всех Холидейн тем, что празднует не в тепленьком помещении, попивая шампанское на званом вечере, а тусит на улице. Судя по всему, на приличном таком морозе, раз и шапку надела, и муфточку захватила. Образ очень теплый и уютный, и на мой взгляд, это одна из самых запоминающихся кукол в серии Холидей Барби, именно благодаря своему выбивающемуся из общего ряда наряду. Гарри и Гермион от Spin Master своеобразные вышли куклы, меня расстроили волосы Гермионы и разнотонящие части тела, из-за чего я теперь в раздумьях брать Лилуну или забить. Но Гарри как кукла мне все же понравился больше, чем Гермиона. Мне бы хотелось посмотреть на других парней в виде таких кукол. Конечно же, в первую очередь на Драку, но Роньку или Невилла тоже хотелось бы глянуть. Буду ли еще брать девчонок? Не уверена, но посмотрим. Еще одна фейлфикс. В видео о первом полугодии тоже присутствует Слейт Диджей, но там мне попалась блестящая версия, а потом мне захотелось повседневную. У Слейт лицо во всех трех образах довольно сильно отличается, поэтому все три образа при желании легче позиционировать как другого персонажа. Вот например у Прэйпи Пош с этим сложнее, так как макияж не сказать, что бы сильно отличался во всех трех версиях. Эту Слейт брала по скидке в детском мире, заказывала через сайт и в том магазине она была последняя. Но я была уверена, что мне попадется именно повседневная. А даже если и нет, то я бы оставила ее стоять в маске со спорченным макияжем, поэтому вероятность повтора меня не сильно волновала. Но уже в магазине я убедилась в том, что мне попалось именно то, что было нужно, так как желтые тени на нижних веках видно даже под маской. Очень долго я думала над Мелл по третьему фильму. Куколки по третьей части наследника вышли самыми дешевыми на вид, но при этом их цена оказалась выше предыдущих. У меня в коллекции есть две Мелл по первому и второму фильму. Куклу по третьему я решила взять к ним для компании. И вот наконец, после долгих раздумий и сомнений, я все же решилась ее заказать. И она оказалась намного лучше, чем я ожидала. Может быть, потому что ожидала я от нее не особо много. Но она умудрилась меня порадовать. Волосы тут, конечно, типичный Хасбро, но я опасалась, что будет еще хуже и волосы успеют сваляться. Но вроде нет, с ними все относительно неплохо. Насколько неплохо может быть с хасбровскими волосами. Материал олдфита оказался поприятнее, чем мне казалось. И самое приятное в ней это ее лицо. Оно мне нравится больше, чем у моих предыдущих Мелл. Вообще, Мелл должна была стать последней куклой уходящего года. Но тут вот на горизонте внезапно возникла очень неожиданная девочка. Это Дал Лайла. Невероятно щедрый подарок от Эшу. Я уже перестала покупать себе кукол Грув и была уверена, что вряд ли у меня появится еще какая-нибудь. Дал девчонки очень хрупкие, поэтому, наученная горьким опытом со своей Амайи, я опасаюсь сгибать Лайле кисти рук. Шарнирчики тут крошечные, и вот с моей первой Дал вышло так, что я согнула ей кисть руки один раз, и шарнир вылетел. Повторения я не хочу, так что этой гнуть кисти, наверное, не буду. Лайла, призрак, выглядит так, будто смешали Йоми и Принчи Песу. Она отлично смотрится рядом с ними, особенно рядом с Принчи. У нее классный аутфит и обувь на высоченной платформе, из-за чего она выглядит намного выше. И, к моему невероятному счастью, в отличие от Амайи, у нее все пришито хорошо, и никакие элементы от одежды не отваливаются, из-за чего Амайи Лайле завидует и отказывается с ней дружить. И на этом список кукол, поселившихся у меня в 2021 году заканчивается. Хочу еще раз поблагодарить всех, кто дарил мне кукол в этом году. Это, наверное, первый такой год за все мое кукла-хобби, когда количество подаренных кукол значительно больше купленных мной. И на этом, пожалуй, все. Спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok